Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайф, обсудим очередной влог. Я подозревала Костю, он не виноват. Конечно же, я пропустила видеоролик с бампером. Мне, если честно, не хотелось его смотреть. Он довольно-таки длинный. Я сейчас стараюсь себя по максимуму ограничивать от просмотров фриков. Хотя, вы знаете, уже собралось столько видеороликов, которые я еще не обсудила. И поэтому я стараюсь, ну, как можно меньше сейчас записывать обзоров. Хотя их уже и так достаточно много. Я в Телеграме вчера, по-моему, читала еще, забегала к Ленке в Телеграм. И читала по поводу того, что пропала Мурка. Знаете, у меня первые мысли были такие, что как бы что ни случилось с этой Муркой. И именно по вине Гогосовых. И теперь они все это хотят выставить, как будто она у них пропала. Ну, и, значит, в начале видеоролика, значит, Ленка рассказывает, что она, значит, объявляет, что выплатит тысячу гривен тому, кто найдет Мурку. И неважно, там дети, подростки хотят заработать. И это якобы время, чтобы, ну, в общем, найти кошку. Знаете, ну, зачем говорить об этом в видеоролике? Можно подумать, сейчас дети соберутся целой толпой, прибегут к ней во двор, чтобы искать Мурку, или под соседем побегут, или еще где-то. Типа дети сейчас должны шуршать и искать Мурку. Какая-то чушь и глупость. Впрочем, я ничего другого не ожидала от Гогосовой. Она какая была, такой она и останется. Дальше она показывает уже типа влог. Стоит, значит, наводит порядки с бонбанами. Это капец, ребят. Она когда-нибудь вымоет полы. Она когда-нибудь уберет эти вонючие лотки. Она когда-нибудь разберется с этими животными. Она на кухне когда-нибудь наведет порядок. Она когда-нибудь залезет, блин, в ванную, в конце концов, и помоется. А то она только про башку говорит, которую вечно не успевает помыть. Она ногти на ногах не может обрезать. Ходит, как чушка-то. Просто невозможно. И она опять, слушайте, возится с игрушками. Она опять разбирается, показывает, что карандашики. Карандашики она отмывать будет. Творческий ребенок у нее. Вот она коробочку закрасила, покрасила карандашики. Теперь эти карандашики каждый нужно отмыть. И это лишнее телодвижение. Гогосова, твои лишние телодвижения у тебя только на кровати. А сейчас ты опять показываешь такую чушь, что вот посмотришь на тебя и думаешь, ну вот реально, скоро будет уже очень поздно что-либо делать с тобой. Потому что все, это уже просто трындец. Дальше показывает Алису, которая не хочет вставать. Да, вставать ей не хочется, скучно. Она бы в телефоне поиграла. Видно, что Алиса спит голышом. Да, накрыта она пледом, но спит она голышом. Мне интересно, когда Сережа приходит. Алиса тоже спит голышом. А мама Лена как спит? Алиса спит голышом, прошу заметить. А с ней спит кот. Круто, правда? И я думаю, что не один спит. И эти коты все после лотка шуруют к Алиске в кровать. Гогосовой в кровать. Говорит, у меня милота, у тебя милота. Дальше Гогосова, значит, стоит на фоне этих игрушек, которые перебирала. Вернее, игралась с ними. Да, и рассказывает, что Костя поехал Мурку искать. А она же его решила проверить, потому что такая ситуация была. И ветеринар сказал, что кошку нельзя стерилизовать, а ее типа уже записали на стерилизацию, когда у кошки течка. А она все убегала и убегала на улицу. А если она убегала на улицу, получается, значит, у нее течка. Ну и, значит, Костя с Ленкой договорились, что они будут ждать, когда узнают, беременная она или нет, для того, чтобы стерилизовать. То есть, получается, если она не беременная, значит, ее будут стерилизовать. А если беременная, ей позволят рожать. А ничего, что беременных тоже стерилизует. Вот, дабы не плодить беспризорных котов. А у Гогосова этих котов уже целый дом. Скоро уже и места не будет среди игрушек и котов. Ну и, значит, Ленка подумала, что Костик типа ее куда-то увез, чтобы она не рожала котят. Потому что, если она беременная, дома уже столько котов, ей опять придется рожать. Дальше она рассказала, что, оказывается, Костик, когда-то, когда дети принесли домой двух котят, он решил одного котенка унести, унес, посадил на дерево, ушел. А якобы Леночка всего этого не знала. И, знаете, видно у нее по глазам, как она врет. Как она вот просто нагло врет. И, говорит, потом он вернулся назад туда в магазин, забрал этого котенка и принес назад. Да, это же надо, слушайте, так фантазировать и еще так по-тупому. Но и Ленка решила его проверить. Хотела ему сначала написать. Дожились, живут в одном доме, и чтобы переписываться. Но потом, говорит, я у него спрошу лично, чтобы в глаза его посмотреть. А он утром, говорит, пришел, и я у него сразу спрашиваю, куда ты дел Мурку? А он говорит, что я хочу сам сбежать от твоих котов, но никуда я никогда твоих котов не девал, не уносил. Ну, и Ленка сказала, тут я поняла, что он говорит правду. Слушайте, это вот надо так вот даже придумывать вот такую вот мерзость. Явно это сочинение Гогосовой. Понятно, что это хайп для малышни, потому что малышня может во все это поверить. Но какой же ты днище, Гогосова? Твой кустик ходит за этими котами, задницы подтирает лотки и меняет. Да, кормит их, а ты еще решила его выставить дураком и живодером каким-то, что человек может взять кота и вынести на улицу. Фу на тебя! В этот момент видно, что глаза у нее ужасные. Прям, вот знаете, взгляд полоумный, какой-то прям бешеный. Если вы внимательно посмотрите, как она рассказывает про группу, что она в группу выставила сообщение и что будет вознаграждение. Группа эта, кто рядом живет, соседи, она стоит с этим, значит, плюшкой с котом. И вот по ней заметно, ребят, по ней заметно, что глаза у нее, ну вот серьезно, ненормальные. Я иногда, когда ее смотрю, вижу такой взгляд и вот просто аж мурашки по коже. Я не знаю, кто-нибудь, кроме меня, видит этот взгляд или только одна я. И я вам скажу, в глазах Ленки абсолютно нет никакого расстройства. Ей пофигу, она это воплюшку держит, это как показательное представление, да, что она так любит хвостиков. Там она еще то одного, то второго кота, то котят показывала, все время наглаживала, прихваливала, что даже Алису это возмутило. И говорит, мне-то ты никогда, говорит, не говоришь, что типа я там хорошенькая и всякое такое. И пришлось Ленке ласковыми словами одарить гению. Слушайте, может, она и правда не слышит, а только как показательное представление. Может, она никогда не слышит ласковых слов от матери и от папы, а только крики. Поэтому и возмущается. Дальше, значит, Костик, когда собирался ехать искать Мурку, ему надо было еще покормить Алису. Вы можете себе представить, мать не может покормить дочку? Мать не может. Ну, потому что и правда, видать, у нее там обострение конкретное. И, значит, пока Костик Алису не покормит, он не может ехать искать кошку. Гогосова, до чего же ты докатилась? Ты же уже скоро бабкой, блин, будешь, а ты не можешь ребенка накормить шариками с молоком. Это же какой ужас, это же какой капец просто. Какое же ты днище и правда. Это надо, чтобы мужик кошку ездил, искал. Сначала его надо было обвинить, куда он ее увез. Ну, а пока он Алису не покормит, он даже не может ехать кошку искать. Ребят, ну где такое еще можно увидеть, скажите? Ну, а дальше цирк, ребят. Гогосова позвала, значит, Костика для того, чтобы он тоже отчитался и сказал, что Леночка у него утром спрашивала. Ну, и Костик возмутился, что это же надо, она меня подозревает, что я Мурку увез, что я якобы этих котов начал уже из дома вывозить и начал с ее любимой кошки. Ну, а дальше Костик сказал, что скорее он сбежит, а ты и будешь жить со своими любимыми кошками. Да не сбежишь, Костик, ты никуда не сбежишь. Так и будешь под задницей сидеть у любимой Гогосовой. Ну, и дальше Гогосова показательно поцеловала мужа. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok